МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Профессия циркового артиста считается одной из самых опасных в мире". 1996 год. США. Канатоходец Александр Медников во время выступления упал, на 13 лет впал в кому и умер, не приходя в сознание. 2008 год. Великобритания. Российский воздушный гимнаст Рашан Алимов разбился во время исполнения опасного трюка. В том же году в Египте Хамада Кута едва не погиб в клетке с ольвами и тиграми. Хищник зажал голову дрессировщика и не выпускал больше 30 секунд. Спустя шесть лет Хамада Кута снова на арене. Он снова рискует, он снова выполняет опасный трюк. Хотя до сих пор в подробностях помнит те страшные секунды. Конечно, много крови вообще. Очень много. Была у меня очень сильно больная, серьезно. Находясь в зале, зритель видит лишь одну из сторон цирковой жизни. Эпатажные костюмы, улыбки на лицах и трюки, выполненные с невероятной ловкостью. И мало кто задумывается, что за всем этим стоят годы тренировок. И каждый выход на манеж сопряжен с риском для жизни. Всякий случай, она получила специальность переводчика. Но запасной аэродром не использует. Спускаться с небес на землю ей пока не хочется. Дети заходят в цирк, смотрят на львов. Поэтому они звезда, не я звезда. Я там типа как тренер на футбол примерно. 200-килограммовый Луис на плечах у тренера уникальной сборной. Хамада Кута приехал в Россию из солнечного Египта. Этот юноша – дрессировщик в шестом поколении. Его пра-прадед основал первый в арабских странах цирк. Сам Хамада в клетку хищников впервые попал в двухлетнем возрасте. А уже в семь выступал перед публикой, став самым молодым дрессировщиком в мире. Браво, Луси! Браво, Луси Кантуси! Луси Кантуси на самом деле зовут Луис Витон в честь французского бренда одежды. Хамада знает по имени всех своих львов. А их 47. И тигров. Их тоже ни много ни мало – 18. Каждому хищнику подход особый. Утро начинается с как дела и деликатеса. В день львы съедают по 6,5 килограмм отборного мяса. У меня два дня говядина, два дня курица, два дня рива. Примерно в природе. Сегодня он поймал кролик. Второй день он поймал страус. Нильские львы, с которыми работает Хамада – порода редкая. В природе их осталось не больше 100 особей. Считается, что они – наиболее агрессивные хищники. Но, кажется, Хамаду этот факт волнует мало. Он причёсывает гривы своих питомцев, обнимается с ними и даже садится на них верхом. Артист-конферансье Азаров невозмутимо читает книгу. Как будто на арене тренируются котята. И только ассистент-дрессировщика Ахмед на чеку, на манеже – хищники. Когда я стою за клеткой, я должен чувствовать животное. Перед началом представления Хамада подходит ко мне и спрашивает, всё ли в порядке, всё ли готово. Я говорю, да, всё готово, но этот лев сегодня злой, а у этого плохое настроение. И если лев начинает капризничать, я даю ему мясо. Своё упрямый нрав львы и тигры демонстрируют нередко. Вот один из хищников вышел из-под контроля. Но самое страшное, когда животное набрасывается на человека. Семье Хамады был даже смертельный случай. Лев растерзал брата его прадеда. Да и сам дрессировщик однажды сильно пострадал от своего питомца. Он поймал меня с голову на 30 секунд. Слава Богу, что я держал просто в решётке, и с той стороны я потянул просто чуть-чуть. Когда я потянул, я нашёл палку. Когда держал палку, он боялся сразу, он меня отбустил. Я взял кожу обратно, взял футболку, был у ассистента, замотал голову. Во время того выступления зал аплодировал стоя. Раненый дрессировщик довёл программу до конца. Конечно, много крови вообще, очень много. Была у меня очень сильно больно, серьёзно. У меня была не серьёзная, чувство боли очень сильно. Когда я закончил, отправил последний лев и последний тигр домой, я стоял в комплимент, а прямо в мере я упал, потому что у меня давления уже нет. В больнице, придя в сознание, Хамады узнал, что несколько сотен зрителей деживили ту госпиталя. На следующий день он уже снова рвался на арену. Лечащий врач не смог переубедить артиста, но на всякий случай отправил к цирку дежурную бригаду скорой помощи. Все артисты заходили в Неванеш, все зрители стояли, и директор цирка заходил, держал микрофон, сказал, что министр культуры отправлял письмо. Самый молодой дрессировщик получил заслуженный артист России. Извините, заслуженный артист Египта, извините. Вообще я ни разу в жизни думал на это, что я буду получить заслуженно. После того трагического случая Хамаде сделали несколько операций. Внешность артиста изменилась до неузнаваемости. Были и другие, не такие серьезные инциденты. Они тоже не испугали дрессировщика. Неизменный финальный аккорд его программы и голова в пасти у хищника. Я хочу умерть на Менеже. Я хочу до конца жизни работать. Очень приятно чувствую, когда стоит, и люди хлопают, хлопают очень сильно. Это лучше, меня лучше, чем 100 миллионов примерно долларов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова